Опускается мерная линейка и мы определяем объем на полности контейнера. После замера вносят в журнал и поднимают контейнер в воздух. На кране установлено оборудование, которое определит точный вес заполненного мусорного бака. Такую процедуру здесь, как и на других контейнерных площадках области, будут повторять каждый день на протяжении недели. Последний раз такие замеры в нашем регионе проводили больше пяти лет назад. Вот прошло пять лет, мы должны получить с вами новые нормативы и посмотреть, близки они к факту образования тех отходов, которые население приносит на контейнерную площадку, или же все-таки они у нас завышены, занижены. То есть мы, имея уже нормативы на сегодняшний день, которыми пользуется население и начисляется плата, мы посмотрим, какие нормативы мы получим и какая плата населения будет в последующие годы. Новые тарифы установят во всех районах области. Их объединили в разные категории. Это Саратов, Энгельс и Балакова и три подгруппы для небольших населенных пунктов. Такое разделение позволит людям платить за вывоз мусора, исходя из загруженности баков и контейнеров. В городе она всегда выше. Средний показатель специалисты и смогут определить с помощью взвешивания. Замеры происходят по четырем сезонам года. То есть это летом, осенью, зимой и весной. Очень положительно мы оцениваем, что заказчик разделил муниципальное образование по категориям. Всего будет пять категорий. Ну это достаточно большое количество. Ну достаточно, могу сказать, что для Краснодарского края их всего четыре, для Ростовской области три. Взвесят мусор как на контейнерных площадках частного сектора, так и в многоквартирных домах, где установлен мусоропровод. А вот несанкционированные свалки в расчет браться не будут. Туда тоже зайдет техника, но только для того, чтобы их ликвидировать. Между правительством области и региональным оператором достигнута договоренность о ликвидации указанных захламлений в пяти крупных городах. Это Саратов, Энгельс, Балакова, Вольск и Пугачев. Силами регионального оператора преимущественно с территории частного сектора. Что же касается массового взвешивания, окончательную цифру специалисты увидят только летом следующего года и уже после приступят к разработке новых тарифов. Будет ли плата за вывоз мусора ниже или выше, сказать пока никто не берется. Но проведя исследования во многих городах страны, эксперты уже сделали вывод, что сейчас саратовцы платят больше, чем жители соседних регионов. Жанна Марченко, Роман Шельдяев, Саратов, 24.